Всем привет! Мы на острове Самуи! Сейчас 7.30 утра. Я иду на утренний рынок Самуи для того, чтобы купить немножечко всяких фруктов и овощей. Потому что где же еще есть вкусные экзотические фрукты, как не здесь? Вот и наконец-то дошла до рынка. От нашего гестхауса идти, наверное, минут 10. Фрукты! Одна из главных причин, по которой люди вообще ездят в Таиланд. Вот, я пока купила сахар, манго, апельсины, арбуз, помидорки. И все это вышло в 125 бар. Чтобы понять, сколько это в рублях, нужно умножить где-то на 1.65. Например, я бы еще хотела купить мангустины, чтобы показать Саше, что это такое, угостить его. Потому что он у нас в Азии особо никогда не был, не считая Индии. Экзотических фруктов я тут не пробовала. Я тут жила очень долго, 7 лет в детстве. Поэтому я все это знаю, буду его угощать. Вот я, кстати, и пошла. Вот такой фрукт. А еще вот этот шикарный фрукт называется Сапота. Мы вам о нем рассказывали в видео о Ничанке. Ну вот, я купила еще мангустины и Сапоту. Где-то, наверное, по килограмму, может быть, чуть меньше. И у меня вышло еще 75 бат. Таким образом, все это вышло где-то в 200 бат. А 200 бат это где-то 340 рублей. Вот. По-моему, очень здорово. Ну и, конечно, на рынке очень атмосферно. Вот. Это также особую прелесть этому рынку прибавляет то, что он утренний. Какое-то все, знаете, чувствуешь себя настоящей островитянкой. Мы сейчас снова на заправке. И сегодня мы поедем на секретные водопады, которых даже нет на картах. Но нам о них рассказали новые знакомые на Самуи. Поехали с нами. Поехали с нами. Давай. Поехали пешком. Да. Поехали пешком. Вот без меня мотоцикл поехал гораздо быстрее. Я поднимаюсь своим ходом. Как настоящая амазонка из джунглей. Амазонка в смышленном шлине. Вот Саша уехала куда-то далеко. Я осталась одна. Но ничего. И в одиночестве есть своя красота. Вот мы почти приехали. Нам еще осталось 200 метров. И мы доберемся до водопада. Вот уже потихоньку слышен звук водопада. Пойдемте посмотрим поближе. Как будто где-то в России в лесу. Такие вот лианы здесь. Толстенные. Как в Маугли прямо. Честно говоря, я первый раз, наверное, в жизни вижу лианы. Ну такой. Водопад, кстати, небольшой. Вот он течет. А вон там уже побольше. Найти такой водопад, с которым нужно будет искупаться. Возможно, он там. Но это надо будет идти, наверное, как-то вниз. Совсем. Может, можно на мотоцикле проехать сюда? Едем вниз. По странной дороге. Вау! Кто плохой, кто хороший. Стой! Телефон уронила! Ой, боже мой, как резко. Уронила телефон. Саша скачет. Вместе со мной. Вот это вот затерпал песка. Звуки какие-то странные. Полина захотела блинчик с нутеллой. Банана-блинчик с нутеллой. Кушать сходами. На закате. И скажи, как тебе? Вот мы сейчас купим кофе в 7-Eleven и пойдем прогуляемся на закате по пляжу. И надеюсь, что покажем его вам. Вот он, 7-Eleven, изобилие всего. Вот, берем стаканчик. Три размера. Я выбрала самый маленький. Вливаем себе кофе. С чем у тебя кофе? Просто вроде как кофе. Все по-тайски написано, ничего не знаю. А мне нальешь? Такой же? Да. Хочешь тебе? Нет, хочу такой же. Вот. Ну и, короче, различные изобилия тут всего. Для тех, кто любит магазины и считает это главной целью, ценностью достижения цивилизации, это очень понравится. Ну, на самом деле, удобно. А вот справа от нас находится остров Панган, и который мы вам обязательно тоже покажем через несколько дней. Ну, конечно, здесь немножечко тухловато. По сравнению, например, с тем же Арамболем, где просто этника течет из людей, здесь очень просто и понятно. Смотрите наше видео об Арамболе. Кстати, у нас куча видео об Индии. И для того, чтобы развеять различные стереотипы, мы выложили их, создали целый хороший плейлист. Поэтому, пожалуйста, посмотрите видео об Индии и поставьте лайки под тем, что вам нравится. А также подписывайтесь на наш Инстаграм travel.mania.youtube. Там мы выкладываем самые красивые фотографии из наших путешествий. Вот почему люди уезжают сюда зимовать. Потому что, в общем-то, за те же деньги, что вы живете в России, вы живете вот так. Каждый выбирает сам, как ему жить. А на самом деле надо просто верить в себя, верить в мир и отправляться в путешествие. И излучать ту энергию, которую ты хочешь получать. И излучениеery, которые ты хочешь получать.